Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Анны Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. В Рязани стартовала акция «Добрые крышечки». Стеллу на площади свободы демонтировали. И школьники продемонстрировали знания правил дорожного движения. Рязани дали 150 миллионов на дворы и парки. Остальной области – 108. Всего областное правительство распределило между муниципалитетами более 250 миллионов рублей по программе формирования современной городской среды. Планируется, что Рязань потратит 100 миллионов на ремонт дворов и 50 миллионов на благоустройство общественных территорий, в том числе парков, скверов, площадей, пешеходных зон и набережных. Рязанцам предложат сдать пластиковые крышки от бутылок для помощи детям. Проект «Добрые крышечки» запустил экологический Рязанский альянс совместно с благотворительным фондом «Про детство». Активисты будут собирать крышки и сдавать их как в торсырье, а на вырученные деньги покупать игрушки, спортинвентарь и другие подарки для детских домов. Прийти и сдать в библиотеку 2-3 пластиковые крышечки ни для кого не составит труда. Сейчас мы расскажем вам, как эта благотворительная акция спасает жизни детей. В 2011 году в Испании впервые начали собирать пластиковые крышки от всевозможных бутылок. Тогда родители маленькой девочки, которой требовалась операция на сердце, любыми способами искали средства для ее лечения. Одна компания по переработке пластика согласилась помочь девочке, если на переработку принесут 200 тонн крышечек. Мы их собрали вдвое больше. И с тех пор в более чем 40 странах мира такая акция проходит. И на прошлой неделе она стартовала в Рязани. И наша библиотека решила ее поддержать, потому что мы всегда рады поддержать добрые начинания, тем более в год экологии. Эту акцию можно назвать социально-экологической. Одна пластиковая крышка разлагается в природе целых 450 лет. И вместо того, чтобы выбрасывать тысячи крышек, их можно сдать на переработку. Первый этап рязанской акции завершится 20 мая. Тогда весь собранный пластик превратится в деньги. Мы пока не можем предположить, какая сумма будет собрана. Если сумма будет достаточно большая, мы хотели бы направить эти деньги на социализацию профобразования детей. Мы проводим дни профессии, мы проводим различные выездные мероприятия. Это действенно. Детям это нравится. Есть возможность увидеть что-то за пределами интерната и определиться с будущей профессией. Организаторы надеются, что с развитием акции появится возможность помощи детям, нуждающимся в операциях и специальном медицинском оборудовании. Мы обратились в управление и министерство образования, при поддержке которых подходит эта акция. Они отправили информацию об этой акции в различные школы, детские сады, Рязани и Рязанской области. Сейчас к акции подключаются детские учреждения. Для них это наиболее понятно, важно. И для детей, даже маленьких, собрать крышечку, принести ее, положить в какой-нибудь контейнер – это интересно. Можно приносить крышки в существующие пункты сбора или оборудовать собственные, например, на работе. Для этого активисты регистрируются, перейдя по ссылке, расположенной в группе ВКонтакте «Добрые крышечки Рязань». В ответ присылается листовка. Ее можно повесить рядом с емкостью для сбора крышек. И подробная инструкция, для чего это нужно. Сдавать можно чистые, закручивающиеся крышки от воды, молочных продуктов, детского питания, пива, майонеза, кетчупа, пятилитровых бутылок. Причем от них также можно приносить и пластиковые ручки. Рязанцы уже вовсю активизировались. Очень хорошо реагируют, спрашивают, действительно ли они у нас постоянно здесь будут, потому что, когда видят, что у нас эти контейнеры есть, они начинают приносить. Они точно знают, что в библиотеке это работает, и они приносят с удовольствием и уверены в том, что действительно все дойдет до адресата. И, наконец, спросите вы, почему же все-таки именно крышки? Ответ прост. Это легко, быстро, играючи. Пластик крышки стоит дороже бутылки. Из одного килограмма малюток можно выручить 25 рублей. Тот же вес бутылок стоит 12-13 рублей. К тому же, это только первый этап. В Рязани каждую субботу проходит раздельный сбор мусора в разных точках города. Выяснить, где состоится ближайшая акция, можно на сайте экологического Рязанского альянса. Туда можно принести стекло, чистые скрученные пластиковые бутылки, использованные батарейки, аккумуляторы и бумагу. Так что настраиваемся на прогресс и спасение экологии. Стелла на площади Свободы оказалась аварийной. Сегодня сотрудники благоустройства города демонтировали ее. По словам рабочих, демонтаж был необходим давно. Столб внутри Стеллы накренился. Конструкцию восстанавливать не будут. Об истории этого места подробнее Валерий Седов. Чего только не видели жители нашего города на площади Свободы. Сторожилы наверняка помнят, как около 60 лет назад там стояла церковь Вознесения Господня, которая впоследствии была полностью разрушена, дабы не мешала троллейбусному движению. На месте ее поначалу выставили большие городские часы, потом убрали и их. До недавних пор там располагалась Стелла с орденами Победы. Прошлой осенью они пришли в негодность и рабочие их демонтировали. Сейчас ведутся разговоры о реставрации орденов и передаче их Совету ветеранов. Сегодня же начались работы по демонтажу самой Стеллы. Причина в том, что со временем ее несущие опоры попросту проржавели. В ближайшее время будет выровнена опора, которая является подвесной конструкцией троллейбусных линий. Затем она будет покрашена и будет декоративно украшена конструкциями из цветов. Картинку вот, пожалуйста, могу вам показать. Вот так это примерно все будет выглядеть. Это эскиз. В дальнейшем, в весенний период, будет изменен дизайн пломбы вокруг нее. Ну и надеемся, что город рассветет в новом виде. Отдельные металлические элементы, из которых состояла Стелла, проржавели и также подлежат утилизации. Работа же над главным опорным столбом будут продолжаться до мая. В Рязани сегодня объявили метеопредупреждение. В МЧС предупредили о сильном ветре и осадках. До конца суток 20 апреля в восточной половине Рязанской области сохранится северный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Ожидаются осадки в виде снега и дождя. На отдельных участках дорог гололедится. Водители, которые собираются отправиться в область, просят быть осторожными. А в некоторых районах снег выпал уже ночью. В интернете появились видео и фотографии сугробов. Зима вернулась сегодня сразу в несколько районов области. Для апреля такие сюрпризы погоды достаточно редкие. Во всех регионах России стартовали крупномасштабные учения МЧС. Спасатели отрабатывают действия по борьбе с природными пожарами и паводками. В министерстве сообщили, что действия спасателей будут отрабатываться во всех регионах страны. Масштабные учения МЧС, начавшиеся 19 апреля, продолжаются. Напомним, что в первый день все силы были приведены в готовность к реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций. И отработано несколько вопросов. Главный из них – это оповещение, сбор и организация работы оперативного штаба по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности. 20 апреля на втором этапе учений на территории Рязанской области были отработаны вопросы безаварийного пропуска весеннего половодия. Согласно вводным, произошло условное подтопление жилых домов в рабочем поселке Кадом. Практические мероприятия прошли в Рязанском районе. Спасатели, пожарные, водолазы и сотрудники ГИМС тренировались в оказании помощи терпящим бедствия на воде, людям, попавшим в зону подтопления, а также в организации лодочной переправы. Представители заинтересованных министерств и ведомств региона отработали вопросы всестороннего обеспечения жизнедеятельности населения, контроля за санитарной обстановкой, организации пунктов временного размещения и питания, а также вопросы финансовой поддержки. В зону условной и чрезвычайной ситуации была направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России Паризанской области. Всего же на учение, проходящее в нашем регионе, будет привлечено более 8 тысяч человек и более тысячи единиц техники, в том числе один самолет и пять беспилотных летательных аппаратов. В России увеличилось количество аварий с участием детей. Об этом гласит статистика ГИБДД. При этом в большинстве случаев дети погибают не под колесами, а находясь в салоне. Рязанские госавтоинспекторы проводят активную работу как со взрослыми водителями, так и с молодым поколением. Сегодня, например, они организовали конкурс между школами на знания правил дорожного движения. Всероссийское сообщество отрядов юных инспекторов дорожного движения существует более 50 лет. На протяжении всего этого времени школьников обучают правилам дорожного движения. Притом проверка их знаний ничем не отличалась от обычного экзамена в ГИБДД. К сожалению, соревнования между школами на практическое применение знаний проводились довольно редко. Но с недавних пор сотрудники госавтоинспекции постарались исправить эту ситуацию. В последние годы мы восстановили это мероприятие, и участники из разных школ города Рязани, в которых есть отряды юных инспекторов дорожного движения, сегодня прибыли сюда, в 69-ю школу, для того, чтобы посоревноваться в знаниях правил дорожного движения, в умении управлять велосипедом, в знаниях оказания первой помощи. С напутственным словом перед началом конкурса выступил Владимир Конкин, председатель ветеранской организации Рязанского ГАИ ГИБДД. Этот конкурс способствует тому, чтобы вы сами никогда не выпадали в такие неприятные истории и предупредили, предотвратили такие случаи своими товарищами, друзьями, подругами и учащимися в других школах. В соревнованиях приняли участие около 10 школ города. Среди них была и областная, Кораблинская, которая выиграла областные соревнования в 2016 году. И уже в этом году они будут защищать честь Рязани на всероссийских соревнованиях в Ульяновской области, которые пройдут 1 июня. Сегодня они покажут свои знания вне конкурса, для поддержания командного духа. В этом автогородке собраны все дорожные знаки, которые можно встретить в нашем городе. Главная дорога, пешеходный переход и даже железнодорожный переезд, который полностью имитирует настоящий. А также здесь есть работающие светофоры. Все создано для того, чтобы юные юидовцы почувствовали себя полноценными участниками дорожного движения. Госавтоинспекторы сопровождают детей на протяжении всего пути. У каждого велосипедиста есть маршрутный лист, которому он обязан следовать. Любое нарушение правил дорожного движения карается штрафными баллами. Но все равно юидовцы рады возможности показать свои знания на практике. Это правильно, потому что когда мы подрастем, мы будем знать, как правильно ездить. Ну, нужно учить всякие знаки там. Ездить на великах тоже прикольно. Это очень весело, и я прям чувствую себя, как в одной команде здесь. В самой школе выступают агитбригады от каждой команды. Со сцены дети рассказывают, как важно соблюдать правила дорожного движения. Притом делают они это порой в совершенно необычной форме. У колеса всегда со мною, и веселые летят за спиною. Едем мы по правилам движения, соблюдая скорость и терпение. Наравне с практическим экзаменом дети также сдают и теоретическую часть. В специально оборудованных классах юидовцы должны ответить на 10 специальных вопросов и набрать дополнительные баллы для победы команды. У нас большая надежда. Если будут законопослушными эти юные инспекторы, то, может быть, из них потом вырастет все-таки новое поколение законопослушных участников дорожного движения. Сейчас мы ненадолго прервемся на рекламу. Смотрите далее. Сезон автомобильных гонок можно считать открытым. Сегодня отмечают День донора и смысл жизни по-рязански. 20 апреля ученые назвали Днем поиска смысла жизни. С вами вновь программа День города. Мы продолжаем. Сезон автомобильных гонок можно считать открытым. В ближайшие дни в Рязани пройдут соревнования для любителей, а через пару недель начнется череда профессиональных турниров. О том, кто может принимать участие в любительских соревнованиях далее. Первый всероссийский чемпионат между любительскими автомобильными клубами состоялся в 2010 году. Он задумывался для владельцев быстрых машин, которые предназначены для дорог общего пользования и неплохо чувствуют себя на спортивной трассе. В тех соревнованиях, которые будут проходить, у нас хоть выходные, порядка 8 классов, это от простых гражданских автомобилей, которые минимально как-то подготовлены под участие в этих соревнованиях, и вплоть до машин, в которые было их владельцами вложено очень много денежных средств, сил, и потрачено очень много времени на их доработку. Речь идет о доработанных автомобилях, которые приняли облик спортивных и уже не предназначены для езды на обычной дороге. А для остальных участников одним из главных девизов соревнований остается фраза «Нет гонкам на дорогах общего пользования, да гонкам на специальных автодромах». В Рязани на автоспортивном комплексе «Атрон» в ближайшие выходные состоится первый этап соревнований. Далее гонки пройдут в Нижнем Новгороде, Смоленске, Сочи, в Москве. Формат борьбы за призовые места будет отличаться от профессиональной гонки, когда спортсмены борются непосредственно за позиции. Здесь люди едут по дистанции в формате тайм-атак, то есть они пытаются за определенное время показать наиболее быстрый круг. То есть по итогам этих соревнований, соответственно, человек в своем классе, который проедет данную дистанцию за меньшее количество времени, да, тут и является победителем. В каждом заезде на трек выпускается не больше пяти автомобилей. Для того, чтобы показать себя и свою машину, на предстоящем турнире в Рязани соберутся более ста пилотов-любителей со всей России. Соревнования пройдут в нашем городе впервые на автодроме, который по итогам прошлого года был признан лучшим в России. Наблюдать за происходящим болельщики могут 22 и 23 апреля с 10 утра до 6 вечера бесплатно. И это только начало. Через пару недель возьмут свой старт в профессиональные соревнования. Начнутся они с чемпионата по картингу. Далее ралли-кросс, русская дрифт-серия и многое другое. В России 20 апреля отмечают День донора. Это молодой праздник, впервые. Он отмечался в 2007 году. Посвящен он самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается. Поводом для праздника послужило очень гуманное событие. 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольфа впервые успешно провел переливание крови роженицам с акушерским кровотечением. Жизнь о женщине была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа-пациентки. На сегодняшний день в России ежегодно более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. Кровь и ее компоненты необходимы больным тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, среди которых большой процент детей, женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в дорожно-транспортные происшествия, людям различных, связанных с риском специальностей. Несколько раз в год в России проходит акция «Река жизни». Очередная, 78-я по счету, прошла в Рязани в апреле. Сдать кровь может любой желающий возрасте от 18 лет, имеющий вес не менее 50 килограммов. А что вы чувствуете после выхода из кабинета? Честно, это приятное ощущение, что там чем-то мы помогли. Облегчение, настроение, то, что кому-то поможет наша кровь. А планируете еще принимать участие? Да. Кстати, часто сдавать кровь нельзя. Мужчины могут это делать не более пяти раз в год. Для женщин предусмотрены несколько другие требования, максимум четыре раза в год. В обоих случаях промежуток между процедурами по сдаче цельной крови составляет не менее 60 дней. Плазму можно сдавать и дважды в месяц, но только спустя месяца после сдачи цельной. А почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и ее компоненты. Или 60 раз пожертвовали плазму. Национальный день донора – это праздник, в который во многих российских городах проходят различные мероприятия, направленные на освещение проблем и задачи донорства крови. И, конечно же, в этот день медицинские центры и станции переливания крови принимают всех желающих сдать кровь. Лучший день для поиска смысла жизни – 20 апреля. Каждый день человека наполнен бытовой рутиной, за которой не все осознают, ради чего мы живем. Поэтому ученые решили ввести день смысла жизни, в который необходимо отвлечься и просто задуматься. Обойти это событие мои коллеги не могли, поэтому решили спросить рязанцев о том, в чем для них заключается смысл жизни и надо ли его искать. Я считаю, что смысл нашей жизни, ребята, заключается в том, чтобы мы оставили после себя светлый след на этой земле, чтобы нас помнили многие-многие годы, чтобы наши потомки нас уважали, любили и ценили, ну и чтобы мы просто сделали что-то полезное, принесли какой-то вклад. Не жалеть ни о чем, в любви ко всему, природой, людей, животные. Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было стыдно за бесцельные прошлые годы. Для меня в спорте, чтобы хорошо было в семье все. Во многом? Ну, например, хотя бы. В том числе и стандартная семья, дети. В детях, наверное. Мне кажется, смысл жизни – это в детях, в семье. В чем смысл жизни? Во всем. Удивительно, но Рязань связана с космосом. Первые идеи Циолковского рождались именно здесь. Гагарин приезжал в гости к своему брату и проводил в городе немало времени. Здания, парки и улицы хранят не всем известные таинственные знаки. Подробнее в следующем материале. Многие из нас идут, едут, пересекают в рамках привычных ежедневных маршрутов улицы Циолковского. Пожалуй, даже не задумываясь о том, что названа она в честь великого ученого, основоположника практической космонавтики, чья судьба неразрывно связана с нашим городом. То же самое с улицей Гагарина. Подумать только в честь первого человека в космосе дано имя этой улочке, ведущей к радиоуниверситету, где сегодня студенты, преподаватели и молодые ученые продолжают приближаться к космосу, разрабатывая новые технологии. Именем космонавта назван в нашем городе еще и парк. К сожалению, парк долгое время, последнее время остается малоблагоустроенным, только более-менее чистоту соблюдают. А так, такому парку, да еще бюст Юрию Алексеевичу Гагарину, который, кстати, сделала скульптору Саченко, которая отсюда недалеко и жила. То есть она подарила городу его изображение, по-моему, гранитное. И установить его на постаменте, на красивом, это, я считаю, долг всего нашего города, потому что к космосу мы имеем прямое отношение. Он существует, даже в нескольких вариантах. У нее было у Антонины Петровны Саченко, она делала несколько вариантов. И вот один из них стоит в музее школы номер 16, музей космонавтики. Поселок Преокский, который принято считать окраинным и отдаленным спальным районом, на самом деле насыщен космосом. Мы стоим в той части парка имени Гагарина, который примыкает к улице космонавтов. На здании школы номер 68 большой выложенный портрет космонавта в торце школы и кинотеатр «Космос». Вот четыре таких объекта было в одном поселке Преокском. Кстати, здесь же должна быть и улица имени Гагарина, но с постройкой в начале 60-х годов радиоакадемии решили присвоить улицу Большой, переименовав ее в улицу Гагарина. А так было бы здесь пять объектов, связанных с космосом. А на выезде из района, уже на Московском шоссе, гордо возвышается клуб планетарий, однако ныне не действующий. Да и в те времена, когда функционировал, известный своим запущенным состоянием. Еще до недавнего времени здесь играли концерты, рок-музыканты и собиралась неформальная молодежь. Роль настоящего планетария в нашем городе мог бы сыграть Николаемской храм, тем самым продолжив космическую композицию, памятник, улица, посвященная Циолковскому. Но его так и оставили храмом. Вот этот куб огромный должен быть облицован стеклом, красивыми такими зеркальными, большими панорамными стеклами. То есть такое сплошное остекленение с обсерваторией наверху, с планетарием. И рядом будто бы даже собирались сделать площадочку, где макет дирижабля в натуральную величину, который изготовил Циолковский. Почему там? А дело в том, что получался бы такой комплекс памятников, связанных с основоположником космонавтики. Арт-клуб «Планетарий» – рязанский ночной клуб, который находился в здании кинотеатра «Москва». Днем рождения клуба считалось 12 апреля 1996 года. Клуб был открыт после частичной перестройки внутренних помещений кинотеатра. Есть в нашем городе и обсерватория, правда она тоже не действует. Располагается огромный телескоп с поднимающейся крышей на главном здании РГУ имени Сергея Есенина. Вот только конструкция сломана, поэтому наслаждаться звездами астрономам приходится с помощью значительно менее мощной техники. О том, чтобы починить обсерваторию, не идет даже и речи. Хотя она могла бы стать наряду с «Планетарием» настоящей изюминкой и интересным объектом, как для жителей города, так и для приезжих гостей. Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. Весеннего вам настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова